Новая поликлиника вместо заброшенного недостроя. В микрорайоне бухты Казачьей снова гремит строительная техника. Бур разбивает стены, обветшалые коробки, а грузовики один за одним вывозят строительный мусор с территории, чтобы подготовить её к возведению современной поликлиники. Это с украинского периода планировалось также возведение поликлиники, но, к сожалению, не было доведено до конца. Здание пришло в непригодность использовать её в дальнейшем и достраивать не представлялось возможности после заключения экспертизы. Соответственно, было принято решение демонтировать. Сейчас мы завершаем демонтажные работы, приступаем к выполнению внутриплощадочных сетей, вода, канализация, тепловые сети. Подготовительный период подходит к концу. Планируется, что новая поликлиника будет универсальной. В ней разместится детское отделение, рассчитанное на 120 посещений в смену. Взрослая на 200 посетителей, а также женская консультация. Таким образом, жителям относительно удалённого района Севастополя больше не придётся преодолевать несколько километров, чтобы получить медицинскую помощь. Раньше этот район, в принципе, не был такой густонаселённый. Сейчас он активно развивается, ведётся такое большое строительство. За 10 лет большой прирост, скажем так, ввода жилья. И здесь она крайне необходима была. Раньше медицинского учреждения здесь не было. После возведения территорию вокруг поликлиники благоустроят. Пустырь превратится в зелёную зону с тротуарами и парковкой на 21 место. Подрядчику, обществу с ограниченной ответственностью, теплостройсервис, также предстоит достроить детский сад, расположенный буквально за забором. Учебное заведение придётся возводить практически с нуля. Предыдущая компания успела лишь подготовить участок к работам, огородить его и пробурить две скважины под сваи. Детский садик у нас один подрядчик, вот работает сейчас на двух площадках поликлиника. И вот детский садик, контракт уже заключен, к работам он приступил. Напомним, власти Севастополя расторгли контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Русстройдвор», занимавшимся строительством нового детского сада в микрорайоне в августе прошлого года. Причиной этого стала крайне низкая скорость строительства. За почти 9 месяцев с начала работ готовность объекта осталась практически на нуле. У нового подрядчика уже есть опыт возведения учебных заведений. Теплостройсервис занималась строительством нового корпуса школы в районе улицы Шевченко. Из-за простоев и перезаключения контракта срок сдачи детского сада в микрорайоне Бухты Казачьей сдвинулся на 12 месяцев. Завершить здание должны в конце нынешнего года. Поликлинику же для местных жителей построят только к декабрю 2022 года. На ее возведение, согласно контракту, потребуется более 298 миллионов рублей.